Так, все. Попробую нажать. Странно почему-то. Сегодня презентация достаточно долго грузится у меня на компьютере. Попробуем начать. У нас сегодня такая важная... Я попробую лиги, я не знаю, первый раз гиперкам мы с Мишей тут разбирались с ней. Вот, сейчас попробую включила. Что получится из этого или не получится, не знаю. Что-то смотрю, компьютер немного подтормаживает. Так, у нас очень важная тема, да, уход за волосами. Каждая женщина хочет выглядеть очень-очень красиво. И волосы это очень... Такой вот дает нам... Привлекает нам внимание, да, дает очень красивый такой эффект, так скажем, да, Если жирные, обляпанные вокруг головой волосы, то сразу и неважно, какой макияж там у женщины сделан, да. И когда это красивые, блестящие, пушистые волосы, то это привлекает к себе внимание. И женщина чувствует себя очень-очень привлекательной, соблазнительной. Но, как бы, зачастую это не от природы нам даны такие волосы, да, А это результат правильного, а самое главное регулярного ухода за волосами. И вопрос именно в регулярности, да, Если мы раз в неделю нанесли на волосы масочку, А целую неделю непонятно, то ли моем голову, то ли нет, То ли причесываемся, то ли нет, то результата у нас никакого не будет. И самое главное, ухаживать регулярно. Так, вот такие небольшие картиночки, очень глубоко углубляться в это мы не будем. Это строение нашего волоса, да. Наш волос живой только около корня. Все остальные части, в основном, это мертвая структура, да, Вот только вот мозговой слой в сердцевинке волоса предполагается, Что это живая часть волоса, Который доходит питательные вещества к волосу. И благодаря чему очень быстро наш волос реагирует На изменения какие-то внешней среды Или болезни организма. То есть вот благодаря вот этому, Такому маленькому мозговому слою. Самое интересное, что для нас строение волоса, да, Это вот поверхность кутикула волоса, Она сделана из таких вот чешуечек, Которые дают именно вот этот вот, Насколько волосы путаются, Насколько они блестят. Вот если кутикула у нас здоровая, Лежит вот так вот гладенько и ровненько к волосу, То тогда и волос будет блестящим, Хорошо расчесываться, И будут вот такие роскошные волосы. Интересную очень информацию вычитала, Что у нас вот у волосяной луковички, да, Внутри головы есть фолликула, да, Я думаю, вы знаете, Что луковичка покрыта фолликулом. И вот от формы фолликула зависит, Какой же волос будет. Волос прямой, Вот у такого, значит, круглого, да, фолликула. Если волос немножечко вьется, То фолликула около луковички овальной. И совсем курчавые волосы, У них фолликулы пучкообразные. Как такие вот интересные, Интересная информация. Ну и что дает естественный блеск волосам, Это вот сальная железа, да, Находящаяся здесь вот, Около кожи, так, головы, Которые выделяют жирный и сальный секрет, Благодаря которым волос смазывается, да, Естественный дает такой жир, Защиту естественную. И благодаря этому волос у нас красивый, Блестящий, если, конечно, чистый. Вот как раз если сальная железа работает очень усиленно, да, Жирная кожа, например, у человека, То и волосы чаще всего бывают жирные, да, То есть сальная железа слишком усиленно работает, И слишком смазывается волос. Еще есть интересное, Тоже вот не смогла пройти мимо этой информации, Интересные есть такие факты, да, Которые тоже что-то нужно узнать из этого обязательно. То, что волосы у нас растут быстрее весной и летом, А осенью как раз то, что относится к осеннему уходу за волосами, Это нужно очень учитывать, да, Что если летом у нас выпадение волос, Это где-то 40-70 штук в день, То осенью увеличивается эта норма, Торма выпадения до 120 штук. Волосы растут быстрее во время сна, Поэтому женщине очень важно высыпаться, Да, это важно и для кожи лица, И для здоровья, И еще, оказывается, и для здоровья, И для красоты волос. И те, кто отращивают, тоже спите больше. Волосы разделяются по толщине на тонкие, толстые, утолщенные. По размеру видите, насколько совершенно маленькая разница, да, 0,05 мм в диаметре, И утолщенные тоже высовышены 0,07. В среднем волосы вырастают в месяц на 12 мм. В принципе, известный факт, да, Что если на сантиметр волос растет, То значит, все в порядке. Но с нашими средствами и витаминками Волосы растут гораздо быстрее, Или можно подтвердить. Отдельные волосы у нас на голове живут до 7 лет. Такой вот интересный факт, Что самые длинные волосы принадлежат китаянке. Она их отращивала с 1973 года до 2004 года. И длина ее волос составила больше 5,5 метров. Представляете? И до сих пор ее волосы самые длинные. Представляете, как в 5,5 метров? От витаминка тратли. Я думаю, что витаминки лейт. Ты не особо много спала, я думаю. Быстрее волосы растут у нас в возрасте от 16 до 24 лет. Поскольку большинство у нас здесь девушек в возрасте более 24 лет, То и ухаживают над нам за нашими волосами более внимательно. И с возрастом, так же как и кожа, так и волосы становятся суше. Вот как советуют специалисты, что не гель пенкой умываться, а более щадящие, молочко переходить. Также и за волосами нужно ухаживать более щадящими шампунями. Ну плюс дополнительный уход, о чем я расскажу чуть позже. Еще очень любопытно стало, когда человек испытывает чувство страха, то волосы становятся дыбом. В прямом смысле, как мы видим на кошках, на собаках, у них волосы от страха стоят дыбом. Когда собака злится. То у человека то же самое. Можете понаблюдать, что если на руке, когда пугаетесь, волосы становятся дыбом. Это действительно так. Просто на голове у нас нет силы поднять такие длинные волосы. И вот тут слайд немножко съехал. И очень интересный факт, то что согласно статистике, то есть аналитике компании статиста изучали средства по уходу за волосами, и занимать второе место по покупаемости. Это очень важно для нас, как для бизнесменов, то что у нас очень ходовой такой важный товар. При учете разнообразия огромного средства ухода за волосами, представленными компанией, очень качественных, которые действительно очень дают хороший результат при применении, нам это очень важный факт такой. И вот то, что съехало, интересный факт, это то, что аналитики компании предполагают увеличение этого интереса, покупаемость именно средств по уходу за волосами. И там что-то такое, огромная цифра какая-то будет составлять, сколько там миллиардов долларов в своем мире употребления. Ну вот, цифру вам не скажу. Облысение, я думаю, с нашими средствами любви у вас не ждет. Так, ну какие у нас есть советы по уходу за волосами? В принципе, все просто. Вот вообще ничего сложного нету, все элементарно, так же, как и уход за лицом. Это несколько минут в день, и этого, в принципе, достаточно. Это у нас что? Мытье волос, да, самое главное, вовремя не дожидаться, там, что мы моем голову раз в неделю. Нет, как волосы сгрязняются, так мы их умоем. Дальше, свести к минимуму всякие травмирующие факторы, использовать правильные расчески и аксессуары для волос, вовремя подравнивать кончики, да, то есть это примерно там раз в три месяца где-то уж нужно обязательно срезать, там, сантиметры, да, хотя бы. Или если сильно очень секутся волосы, то использовать процедуру в салоне, как горячие ножницы, когда кончики запаиваются горячими ножничками. Дальше, голову, волосы обязательно нужно защищать от суровых климатических условий, правильно питаться и периодически, там, раз или два раза в неделю давать волосам дополнительный уход. Это маска для волос или масла. И теперь по порядку. Мытье волос, да, и какие у нас есть шампуни. Для начала давайте разберем, как мы моем волосы. Во-первых, слишком горячая вода для головы противопоказана. Она слишком сильно стимулирует сальные железы, и сальные железы начинают работать в несколько раз сильнее. И, соответственно, волосы у нас будут пачкаться гораздо быстрее. То есть должна быть вода примерно 35-40 градусов оптимально для мытья волос. Очень внимательно нужно шампунь смывать. То есть, чтобы на голове шампунь не оставался, иначе не смытый шампунь может стать причиной перхоти и также не блестящих волос, а вот висящих сосульками. Как вот может быть, допустим, кто-то скажет, попробует наш шампунь, скажет, ой, не подошло. Но наши шампуни концентрированные, да, их нужно небольшое количество. Обязательно выдавить на ладошку, растереть в руке, не на голову, да, растереть в руке, и потом на влажные волосы, на кожу головы нанести. Очень хорошо взбить пену. И уже дальше волосы, они как бы пена сама стекают, и, в принципе, этого достаточно для того, чтобы промыть голову. Наносить шампунь нужно два раза, да, чтобы действительно волос стал чистый, то есть действительно все смыл. Так, и что еще? Если кто-то любит обливаться холодной водой, и, допустим, если это летом, весной, это очень хорошо, то вот осенью это может привести к тому, что с головой, да, кто обливается холодной водой, это может привести к тому, что луковичка замерзнет, да, и станет, то есть и еще медленнее будет работать, то есть волосы будут расти еще медленнее, чем если бы, как бы, они росли без вот таких обливаний холодной водой. Это тоже важно. Так, и какие у нас есть серии, да, вот здесь на слайде представлена профессиональная наша серия CRX. В ней потрясающий шампунь, я пользуюсь вот очень часто этой серией для разных, для, так скажем, достижения разного эффекта, да, плюс для разного ухода за волосами, да, для смены, так скажем. То вот, значит, у нас слева направо, давайте я расскажу, какие есть серии, кто какую серию любит, поделитесь, кто уже наши шампуни знает хорошо, кто не новички. С левой стороны это у нас шампунь и кондиционер для блеска волос. Это потрясающий блеск, действительно, волосы прям вот бросаются в глаза. Такой вот очень красивый, здоровый блеск. Далее идет у нас серия для поврежденных и сухих волос. Здесь содержится органовое масло. Это те, кто, может быть, покрасили голову какой-то нехорошей краской, да, или химия, или какая-то еще завивка, или, может быть, очень часто сушат горячим феном, или ножницами пользуются, ой, ножницами, плойкой пользуются. То вот лучше вот эту вот серию использовать для сухих и поврежденных волос, она действительно потрясающая. Я сама делала химию в прошлом году. Что-то у меня, кто меня дернул, непонятно. Волосы, естественно, стали очень сухие. И вот именно этой серией я пользовалась все время, пока она у меня была и пока я ее не срезала, эту химию. Было незаметно. То есть вот что сухой поврежденный волос действительно очень хорошо восстанавливался после этой серии. Дальше у нас серия Volume, да, для объема, для тонких волос. Здесь и шампунь, и вот такой вот спрей. У меня, кстати, по-моему, есть. Да, вот такой вот. Вот такая вот. Его хватает очень надолго. Он у меня вот уже, наверное, больше года. Дает. Я вот один раз попробовала, как раз перед тем, как прийти в офис, что-то я решила вот макушку свою побрызгать. На влажные волосы уже практически высушили. Я попрыскала несколько раз, прям вот здесь, да, издалека. И высушила фен, сушила. Ехала через полгорода. Ну, вот это была шапка. Прям вот такая вот копна волос. Здесь мне даже, кто у нас, Анютка Салимова, да, Лилик Газанского в офисе очень спрашивали, что же ты делала со своими волосами. Вот это наш спрей для объема. Так что, если кому-то нужно живой такой пушистый волос, то есть не укладка, да, там начес, лак, все такое, просто вот действительно такой пушистый, объемный волос, прически, то вот, пожалуйста, можете пользоваться вот этим спреем. Очень классный результат дает. Дальше у нас идет серия шампунь-кондиционер и несмываемый бальзам для окрашенных волос, да, то есть это дополнительное питание окрашенным волосам. Это защита цвета, тоже очень хорошая серия. Он дает такое питание волосам. Я им пользуюсь тоже периодически, но достаточно редко, потому что, ну вот на моих волосах такое ощущение, что волосы быстрее пачкаются. Вот, но иногда для питания и для защиты цвета пользуюсь. Вот. И дальше серия у нас от перхоти. Там содержится салициловая кислота, которая помогает вылечить все возможные там грибки или что-то такое. То есть хорошее очень средство. Шампунь и тоник тоже для втирания кожи головы. Вот. От перхоти у нас еще есть такое потрясающее средство. Это как в любой абсолютно шампунь. Вы можете добавить несколько капель нашего средства. Вот такое вот чайное дерево. Прямо на ручку шампунь налили. Добавили несколько капель, там 2-3-4 капельки этого средства чайного дерева. Растерли, нанесли и помыли. Тоже очень хороший противоиспалительный эффект. И очень хорошо убирает перхоти. Внизу серия потрясающая у нас «Эксперт Нео». В ней содержится формула с экстрактом стволовых клеток. Это шампунь-активатор роста волос. На нем можно вообще слагать легенду. Уже у нас эта серия известна в Израиле. И как раз подтвердить у нее подруга, своего клиента или мужчину, который практически лысый. Как раз помогла улучшить качество и увеличить как бы рост волос именно вот этой серии. То есть эффект дает примерно в течение трех месяцев. То есть использовать на течение трех месяцев. Здесь шампунь мы моем голову по мере необходимости. Тоник-активатор роста волос. Мы втираем кожу головы два раза в день, утром и вечером. И спрей с экстрактом для объема волос. Для тонких волос тоже наподобие как вот волиум. И в совокупности вот сюда как раз очень хорошо вот этот вот массажер для головы использовать. У него очень мягкие такие вот иголочки. Его можно как и расческой, то есть вот так массажными движениями, когда наносим активатор, мы вот еще заодно вот так вот и как бы и причесываем. И массируем голову. Вот. У нас писала в чате Академии красоты Света Лукьянова. Писрасила об этом активаторе просто волос. У нее тонкие, да, редкие волосы. И она очень-очень вот как бы за ними ухаживает. И начала она использовать вот этот тоник-активатор роста за волосами. В течение недели, по-моему, у нее уже был эффект. Причем она использовала не целую серию без шампуня-активатора. Она мыла голову шампунем тем, которым ей хотелось, то есть разными. А вот тоник она использовала на постоянной основе в течение 7 дней, утром и вечером. И вот результат уже у нее налицо. То есть у нее меньше стали выпадать волосы. Да, вот это у нас серия. То есть она дает эффект именно, что меньше выпадают волосы. Плюс активируется работа луковичка, волосы начинают лучше расти. Так, дальше. У нас есть серия, шикарнейшая серия. Антивозрастной шампунь. И сейчас он идет большим скидком. Что-то у меня переворачивается слайд. Так. Вот. Эта серия у нас борется с пятью признаками старения волос. Это сухость волос. Как мы сказали, что уже волосы с возрастом становятся суше. Соответственно, они становятся ломкими. Может быть тусклый цвет. Усиленное выпадение. И жесткость. В этой серии задержатся обновляющие комплексы протеина шелка. То есть они питают волосы, предотвращают спутывания, делают их более послушными. И способствуют укреплению волосяного стержня. В этой серии у нас представлен шампунь, бальзам, да, сыворотка, уход и кондиционер. Кондиционер, да, не бальзам, а кондиционер. И вот такая сыворотка, уходы за волосами. Про сыворотки мы сейчас чуть попозже поговорим. Сейчас эта серия у нас представлена со скидками, с хорошими каталоги. Так что, кто хочет попробовать, приобретайте. У нас есть чудесная серия шампуней Nature Secrets. Да, секреты природы. Здесь тоже полная коллекция у нас для всех случаев жизни, да, для всех типов волос. Здесь есть и для окрашенных волос, да, это миндали, клубника. Есть и для тонких волос, для объема. Это бергамот и зеленый чай. Эта серия у нас, кстати, шампунь из этой серии у нас получил очень большое признание. В прошлом году выиграл премию Allure. Это как бы такая известная всемирная премия, где рассматриваются косметические средства всех компаний, которые известны на рынке. И наш шампунь среди всех занял первое место. Это очень-очень здорово. Он действительно очень вкусно пахнет, очень приятно. Я сама вот не так давно тоже открыла, попробовала эту серию. Очень пушистые волосы становятся. Вот. Здесь есть и крапива с репейником. Это от перхоти серия. У нас, по-моему, Лиля тоже очень любит эту серию, да? Кто еще любит эту серию, напишите, кто уже пробовал. Какие любимые у вас шампуни. Есть для нормальных волос, бузина и яблоко. В прошлом каталоге у нас была новиночка с мороженкой для блеска волос. И вот с левой стороны у нас здесь кокос и пшеница. Это для сухих и поврежденных волос серия. В этом каталоге она идет со скидкой. Тоже дает такое очень хорошее питание волосам. У тех, у кого волосы сухие, поврежденные, сожженные. У нас есть чудесная серия молоко и мед. Это золотая серия шампунь-кондиционер. Это кремовый шампунь с натуральными экстрактами молока и меда. Он очень бережно действует на волосы. Хорошо очищает, придает мягкость, сияние. Кто-то у нас был, кто писал, кто очень-очень любит серию молоко и мед. У меня в структуре, по-моему, Ирина Повалева. Мне писала не так давно, что она с этой серией молоко и мед гораздо реже стала мыть волосы. То есть эта серия подходит для нормальных и сухих волос. То есть на жирные волосы их лучше не использовать. При учете даже того, что для нормальных и сухих волос, дольше, гораздо сохраняется чистота волос. Очень приятно слышать такой отзыв. Очень вкусно пахнет эта серия. Молоко и мед у нас очень потрясающий запах, приятный имеет. И самая моя любимая серия, она у нас самая, наверное, дорогостоящая. Это серия Элио. В ней содержатся натуральное масло органы и розы. Это очень такие дорогостоящие масла. Они потрясающе воздействуют на волосы. Здесь же содержится экстракт репейного корня. Помните, наверное, да, может, кого-то мама мазала в детстве, делала маску из репейного масла, да, такой аптечный маленький пузыречек. Если помните, то это очень хорошее воздействие на волосы. Вот здесь содержится этот экстракт и содержится еще витамин Е. У этой серии потрясающий запах. У меня вот здесь есть масочка. Он немножечко такой, как вот парфюмированный, косметический такой. Очень вкусный. Вот как дорогостоящий парфюм. Запах как у дорогостоящего парфюма. Я, когда мою вот этой серии голову, у меня, у моего мужчины сразу же, прям вот, боже, как приятно от себя пахнет. Он прям зарывается в волосы. Очень нравится. И я слышала и не раз, что брали даже без кондиционера один шампунь вот куда-то с собой в дорогу. И прекрасно шампунь даже один справлялся, как бы, с уходом за волосами, ну, чтобы не тащить на себе много, да. Он вот такой небольшой пузыречек, мягкий, не тяжелый. Вот. И прекрасно, то есть, дает эффект. Даже если вы в течение недели пользуетесь вот только одним шампунем из этой серии. Потому что вот эту серию я рекомендую всем. Она подходит абсолютно для всех типов волос. и дает прекрасный результат. Теперь у нас есть, да, что у нас по дополнительному уходу. И даже не то, что уходу, а, наверное, это защита от, как раз пункт защиты от травмирующих факторов, да, как мы можем волосы защитить. Кто-то, наверное, часто пользуется феном. Вот я, например, феном всегда волосы укладываю. Кто-то, может быть, волосы выпрямляет, кто-то развивает. В общем, есть у нас такие горячие приспособления для волосы, которые очень сильно портят волосы. Прежде всего, феном, если голову сушите, то сушите, старайтесь на расстоянии немножечко от волос, то есть близко не подносите и старайтесь сушить или комнатным воздухом, или чуть-чуть потеплее, чтобы волосы не пересушивать. То есть достаточно буквально нескольких минут воздействия горячего фена для того, чтобы сжечь волосы. Ну, говорить уже о плойках, да, там совсем не стоит, это уже очень сильно обжигает волосы. Так вот, для того, чтобы нам защитить наш волос при укладке, то вот можно использовать, да, вот этот вот CC-крем. Ну, вот эта вещь потрясающая. Я даже, вот, столько всего хочется о нем рассказать, да. Он действительно, он защищает и от пересушивания. Он при этом еще и питает, да, волосы. То есть там содержится омега-комплекс, там содержится антиоксидант. То есть помогает, да, то есть как бы от старения защищает. Благодаря вот этим вот омега-комплексам, антиоксидантам волос увлажняется. Волос находится под защитой. Плюс волос укрепляется. Его можно наносить и на кожу головы, да, то есть если кожа сухая головы, то этот крем ухаживает и за кожей головы. Смывать его не нужно, то есть мы наносим его на влажные волосы. На влажные. Да, еще что можно сказать о... После мытья лучше всего волосы накрутить на голове тюрбан, да, минут на пять. Не тереть, то есть волос очень подвержен таким вот, то есть как бы повреждению механическому, когда он мокрый. И вот чтобы его не травмировать, лучше просто накрутить полотенце, держать пять минут, потом мы снимаем чуть-чуть, вот так вот проходимся по волосам. Этого достаточно. Вот после этого можно наносить дополнительную защиту. Да, дополнительную защиту. Вот, например, CC-крем. Значит, он облегчает расчесывание, этот крем, да, у кого длинные волосы, которые часто спутываются. Этот крем защищает цвет у окрашенных волос. И этот же крем придает дополнительный объем. Еще я что заметила, это то, что с этим кремом волосы сохнут гораздо быстрее. На кончиках волос, да, предотвращает сечение, да, то есть секущиеся кончики. Убирает действия статического электричества, да, что тоже очень, как бы, осенью актуально, да, то есть пока одеваем какой-то свитер, еще что-то, или холодно, когда просто, да, то волосы электризуются, начинают торчать в разные стороны. Вот с помощью этого крема можно этого избежать. И вот самое главное, да, то есть дает термозащиту, переслушивание, обезбоживание. Непослушные волосы становятся более послушными. И он подходит для всех типов волос, то есть его можно использовать абсолютно всем. В принципе, вот этот вот волшебный такой пузыречек, он заменяет абсолютно все остальные, да, то есть вот, допустим, для объема, вот если мы используем, да, то есть можно вот просто CC-крем один приобрести. Вот сейчас еще расскажу, я у нас есть отдельное такое средство, термозащита для волос. То вот этот CC-крем, он, как бы, экономия средств потрясающая. То есть мы покупаем один CC-крем и пользуемся им абсолютно, как бы, и вместо сывороток, и вместо термозащиты, и всяких других спреев. И облегчает укладывание, в том числе, да, то есть это, если еще использовать муж для укладки и тому подобное. Но есть у нас вот такое волшебное средство термозащита. Именно она вот защищает при укладывании, да, то есть там феном, плойком и тому подобное, да, то есть как ее использовать правильно, да, эту термозащиту. То есть на влажные волосы, перед тем, как мы будем сушить голову, мы наносим несколько шиков на голову, везде, везде, хорошо, достаточно, конечно, не купаемся, несколько шиков на носу и хорошо расчесываем, равномерно все это распределить прядь за прядью, да, особенно хорошо обработать там, где больше всего укладываем, да, то есть вот около головы, там, челку, ну, кто что сушит, да, где кто укладывает. Вот особое внимание уделить этим местам. В этой термозащите есть также антистатин, да, что волосы от электрического, статического электричества не торчали в разные стороны, да. Да, в ней же содержится кератин, который предотвращает повреждения волос, придает волосам гладкость и блеск, да, то есть что тоже очень-очень удобно. Так, теперь какие расчески и массажеры мы можем использовать? Ну, в первую очередь выкидываем металлические расчески из дома, если вдруг у кого-то они еще остались, вспомните, да, с советских времен, такие страшные металлические расчески, которые расковыривали всю кожу головы, вот ими пользоваться нельзя, можно пользоваться деревянными расческами, но знать о том, что в дереве очень быстро размножаются металлы, бактерии, они загрязняются, то есть тогда часто меняют деревянные расчески, да. Здесь вот наши расчески в Реплейме очень представлены все расчески вообще, то есть и вот массажная щетка, я вот очень люблю ее расчесываться, у меня на ходу лежит, вот такой вот гребень, который вот очень удобно, расчесываются длинные влажные волосы, да, и я вот с собой, например, его нашу, он легкий, вообще ничего не весит и прекрасно придает форму волосам. Вот, и такая вот расчесочка, но у меня не все есть, то есть и для укладки круглые есть, вот, и такая вот очень прикольная расческа, большая. Вот, выбирайте на свой вкус и цвет и по необходимости, да, по функциональному использованию. Ну и вот массажер, как я уже говорила о том, что вот этот вот массажер, он очень-очень классный, и голову нам нужно обязательно массировать. Для того, если вы хотите увеличить рост, да, убыстрить, так скажем, рост волос, то для этого, как мне сказали, мой парикмахер, потрясающая женщина, хозяйка парикмахерской, вот, она сказала, что, девочки, не забывайте, пожалуйста, вечером перед сном расчесывать свою голову расческой 40 раз. На всю длину, просто расчесывать, вытягивать, то есть вот таким образом массировать. Если делать конкретный массаж головой, то есть вот еще больше, так скажем, да, не 40 раз, а вот прям помассировать, там, 10-15 минут, то лучше это делать до мытья волос, потому что при, знаете, при массаже, да, увеличивается и кровоток, и сальные железы начинают активнее работать, и чтобы волосы не выглядели грязными и жирными, да, и, соответственно, укладка вся будет, не укладкой, то лучше это сделать до мытья волос. И потом помыть голову. Обязательно ухаживаться за собой, это несложно. Можно уделить внимание хотя бы раз в неделю и своим волосам в своей голове, да, сделать массаж. Какие у нас есть дополнительные средства для ухода за волосами? Это сыворотки и маски, да. Вот из серии антивозрастной, да, она у меня тоже есть, я ее периодически пользуюсь, ее тоже смывать не нужно, она питательная, да, то есть помним, что она способствует оздоровлению волос, да, то есть убирает сухость, ломкость, тусклый цвет, питает зрелые волосы, да, убирает вот это вот излишнее выпадение и жесткость. Пользоваться вот этой всей серией, да, если антивозрастной вместе с шампунем, с кондиционером и сывороткой, да, то за две недели эффект будет вот на 90% улучшиться внешний вид. Сыворотку мы наносим несколько пшиков на руку, на конечки пальцев, растираем и волосы от где-то 10 см отступяем, немножечко вот смазываем все волосы, немножечко их растираем, расчесываем и оставляем, быстро очень впитывается, дает приятный запах и никакого жирного блеска, никакого каких-то там вот неприятностей нету, то есть можно использовать вот именно, нужно использовать именно на чистые волосы, как дополнительный уход. И есть у нас в компании потрясающая сыворотка при секущихся кончиках, да, то есть если у вас часто волосы секутся, а вы отращиваете волосы, не хотите их часто стричь, то можно использовать сыворотку против секущихся кончиков. Она содержит силикон, так, она мне перелеснулся, слайд, наверное, да, вот, секущиеся кончики, эксперт восстановлением. Она питает волосы, она также не смывается, она наносится на чистые волосы, на кончики, то есть это прям вот по кончикам пройти с волос. Тут задержится питательное органовое масло, как в серии, да, восстановление и уход. Благодаря этому сглаживаются волосяные кутикулы, незаметно сокращается, сокращается образование секущихся кончиков, 95%, это подтвердили. И еще знаете, да, что если волосы сухие, или бывает, может быть, кончики сухие волос, тоже такой, да, вот, если сушить феном, то вот у меня кончики тоже достаточно сухие, то вот эти кончики, да, делаются более, то есть питает, да, питает ломкие сухие кончики, они становятся более послушными, не торчат в разные стороны и выглядят более здоровыми. Обеспечивает защиту, да, при повреждениях. Так, вот такая у нас есть защита. А теперь по питанию, да, по питанию. Но если говорить о питании для полезном, для здоровья наших волос в любое время года, то это абсолютно все продукты, которые дают здоровье всему организму, и нашей коже, и волосам в том числе, это и крупы, и орехи, и самое главное, овощи и фрукты, которых должно быть более, там, явно более 50%, да, в нашем рационе. Вот, это и белок, это то, что касается обычного питания. Если говорить конкретно осенью, в чем нуждаются наши волосы, да, в дополнительных витаминах, не только в дополнительном уходе, да, в масках, в регулярном уходе, но и также в правильном питании. И здоровье наше идет изнутри. Так вот, осенью, что нужно употреблять уже на картинках, видите, да, это виноград, это подсолнечные тыквенные семечки, это морская капуста, да, нам очень нужен йод, это грецкие орехи, топинамбур, морковь, свекла, помидор, и желеобразующие продукты, да, такие как кисели, холодцы, то есть они тоже дают здоровье нашим кератиновым чешуйкам, приглаживают эти кератиновые чешуйки, да, и волос выглядит здоровым и блестящим. Это про наше здоровье изнутри. Помимо питания правильного, нужно обязательно еще и пить витамин. Об этом как раз на следующем слайде мы и поговорим, да. У нас есть витамины ВМСП для мужчин, для женщин, которые нужно пить постоянно. Там содержится суточная доза витаминов. У нас сейчас в наше время нету достаточного питания, витаминов, да, в том, что мы едим, там, в той же рыбе, например, которая выловлена из искусственного водоема, нету омеги-3. Не содержится в ней просто. Хоть мы ее и будем даже, если съедать, там, по 400 грамм в день, ну, не будет все равно там этой омеги. Поэтому ВМСП для употребления на ежедневной основе, он обязательный. И те, кто уже пьют, и не один месяц, да, результаты налицо. Как вот у меня, например, произошло, я ВМСП начала пить в этом году, но пила не на постоянной основе. То пью, то не пью. Бывает, день-два забываю, там, 3-4 дня пью, но все равно употребляла. Летом, когда мы поехали в отпуск на море, я еще начала как раз перед этим давать младшему сыну витаминки. Ну, а, нет, мы после моря начали давать витаминки, до моря. Как раз я очень жалела, что я не начала давать ему витамины, омегу. Вот, то есть получается, что до моря пила я одна. В итоге мы ездили в Питерон, и вся мое семейство, кроме меня, рядом со мной переболели каким-то вирусом. Приехав с моря, они тоже, опять же, повторно переболели вирусом, у них была опять акклиматизация. Все-все-все. А то есть, как бы я, несмотря на то, что была рядом с ними, без всяких масок, то есть вот я не болела. Я думаю, что это витамины. Так вот, осенью еще к Wellness Pack мы добавляем внутрикомплекс для волос и ногтей. Усиливаем витаминизацию. Пропиваются таких 4 пачки для полного комплекса витаминов. Три месяца, да? По-моему, они пьют, да, три месяца. И действительно, вот как бы по состоянию лениных волос можете судить, насколько это работает. Она уже не один раз пропивала внутрикомплекс и Wellness Pack. И осталось у нас еще чуть-чуть совсем поговорить о масках для волос. Какие у нас есть маски? У нас есть маска для волос, молоко и мед. Вот маску можно использовать абсолютно всем. Если там для сухих и нормальных волос, то маска очень-очень вкусная, подходит для всех типов волос. Хотя она идеально, конечно, подходит для сухих и поврежденных волос. Но можно ее использовать и на жирные волосы. Запах у нее потрясающий. У нее идет просто чуть-чуть... У маски более такой... Плотная такая структура. Очень вкусный запах. Она наносится вместо кондиционера и вместо бальзама на вымытые шампунь волосы. Смываем шампунь и наносим масочку. Масочку можно подержать чуть подольше. Можно подержать минут 5-7. Если некогда, можно также 3 минуты, как кондиционер. Она питает волосы. Здесь содержится масло ши, протеина пшеницы. То есть помогает восстановить силу, блеск, мягкость. Если волосы сухие, то очень хорошо волосы питает, защищает, укрепляет. Благодаря экстракту меда идет небольшое сияние, очень красивое. Облегчает расчесывание, укладку. То есть маска очень-очень классная. Дальше у нас есть масочка из серии Эллио. Я уже ее показывала. Такая вот большая-большая банка. Что та, что эта. Хватает очень надолго. Запах тоже очень-очень вкусный, как у всей серии. Вот. Она такая же питательная. Здесь содержатся натуральные масла органы и розы, экстракт репильного корня, витамин F, да, как у всей серии Эллио. Она интенсивно насчищает волосы изнутри, то есть глубоко проникает в волосы, восстанавливает, укрепляет, придает волосам сияющий блеск и великолепный аромат, как я уже говорила. То есть я сама, в принципе, не чувствую этот аромат. Но вот мои близкие очень-очень любят его. Эта маска подходит для всех типов волос, да, как и вся серия Эллио. Серия это просто потрясающе. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Из секретов природы есть вот такая чудесная масочка, тоже очень вкусно пахнущая. Это миндаль и клубника для окрашенных волос. Она тоже густая, питательная, да, то есть она богата антиоксидантами, маслом сладкого миндаля, маслом ши, то есть также питает, защищает цвет окрашенных волос, обеспечивает дополнительный уход, да, для окрашенных волос. Сохраняет именно вот яркость, интенсивность цвета. Разработана она именно для окрашенных волос. Кто не пробовал наши краски, тоже всех привлекаю к этому. Пользуйтесь. Очень-очень хорошие у нас краски. У нас есть еще маска уход для сухих и поврежденных волос из серии «Эксперт восстановления». Также интенсивно питает и защищает. Используем мы все масочки одинаково после мытья волос, а это бальзам или кондиционер. Так, и очень интересная у нас тема осталась – это масло для волос. Маслом для волос пользуются уже многие века. Масло придает потрясающий блеск и сияние волосам. И в масле содержится витамин Е, содержатся жирные кислоты, благодаря которым волосы не пушатся, не торчат в разные стороны, а такие блестящие становятся, сияют. Очень красивые волосы после масла. Это вот прям вот я сравнивала волосы после использования масла. Я делала маску. Покажу, из какого масла. И вот при использовании масок есть разница. Масло дает потрясающий вообще эффект. Масло можно использовать и как несмываемый кондиционер. Это еще в зависимости от волоса. Есть волосы такие пористые, они как губочка впитывают все в себя, и блеск не остается. Ну и плюс еще количество. Какое количество вы нанесете. Как масло нужно наносить на волосы. Несколько капель растереть на кончиках пальцев, да, и нанести на влажные или можно высушенные уже волосы. Нанести вот на кончики, да, то есть вот так же, ну как 10 сантиметров мы отступаем обязательно на голову. Можно еще использовать на волосы и горячее масло. Оно более глубоко проникает в волосы. У него немного меняется качество его состава. Обычное масло, да, обычное масло, комнатное, его наносят на влажные волосы. Горячее масло наносится на мокрые волосы. То есть обычные масла, маски, они улучшают чаще всего внешний вид волоса, да, вот придают блеск, то есть кератиновые чешуйки приглаживают, питают. То горячее масло, оно проникает в глубь волосяного стержня и улучшает состояние волос изнутри. Как горячим маслом пользоваться? Очень даже просто, то есть положить средство в теплую воду на минуту, потом открыть банку и массировать масло в мокрые волосы. Через минуту или чуть дольше, можно и 5-10 минут походить, смыть. Все, это делается как масло. Горячее масло подходит для любых типов волос, но, естественно, особенно благотворно оно для сухих волос. Какие у нас есть масла? У нас достаточно много масел уже представлено. У нас есть замечательная новиночка в серии Элео. Оно в такой интересной виде спрея сделано и более легкого такого, да, более легкий такой дает эффект, что-то он мне не хочет листать. Сейчас перелистаем. Я пока буду вам рассказывать. В виде спрея, небольшой такой баночки, он дает, сделана такая более легкая структура у этого масла. Элео ухаживает за волосами, точно так же содержит и органовое масло, и масло розы, и какое-то такое, как с водичкой оно, да, то есть не чисто такое тяжелое, жирное масло, да, а оно вот такое легкое дает вот качество. И очень быстро-быстро впитывается волосами, и вот придает вот это сияние и блеск. Так, ну сейчас если загрузится, загружу, у меня не хочет никак. Ага, масло дал, так. А это? Вот, восстанавливающее масло. Вот так оно выглядит, вот в таком козыречке. Вот так же там экстракт репейного масла, витамин F, да, можно напитать от корней и до кончика это масло наносить. Он и увлажняет, и разглаживает, и волосы не утяжеляет, благодаря вот этой своей легкой структуре. Подходит для всех типов волос, но особенно рекомендуется для сухих и поврежденных волос. И еще у нас есть вот такие вот масла, да, вот это из серии Эли, у них похожий состав. Масло, как бы, органовые розы, репейный корень, витамин F, ну и дополнительно идет, то есть вот у нас одно масло разглаживает, то есть это для непослушных волос, для бьющихся волос, да, разглаживающие масло. А другое масло защитное, которое как раз очень хорошо подходит вот сейчас осенью на такую погоду. Я не помню, говорила я вам или нет, но обязательно осенью, когда идет такое резкое похолодание, и некоторые девочки стараются сохранить свою укладку, да, не одевают шапки или там капюшон и что-то, то вот для волос это очень-очень вредно. Обязательно на улице одевать на голову что-то теплое, и когда в помещение входите и становится жарко, то обязательно снимать головной убор, да, это обязательно. Вот маленький у нас такой вот пузыречек, да, это из серии пшеницы и кокоса, секретов природы, там как раз на одну, на две масочки хватает этого масла, оно вот восстанавливает, очень хорошо питает, его очень хорошо использует вот это вот масло именно в горячем виде, то есть повреть в водичке и потом вот нанести на мокрые волосы, подержать и потом смыть. И самое классное, чуть ли я его не принесла, да, такое питательное масло 3 в 1 из серии шведский спа. В следующем каталоге, кто выполнит условия акции, да, 50 бонусных баллов, те, кто новички, то вот в этом каталоге на 50 бонусных баллов делайте заказ, и в следующем каталоге сможете приобрести всю серию вот эту шведский спа за прекрасную цену, просто потрясающе за такую цену, такие продукты купить невозможно, да, наша компания вот предоставляет такую шикарную акцию. Это подпитательное масло 3 в 1. У нас, по-моему, каждый спикер уже понемногу о нем рассказывал. Это масло и для кожи тела, да, для ухода, потрясающе питает кожу. И оно и массажное масло, да, вот Миша с ним ходил, разрабатывал ногу после перелома, да, и лучшего масла врач еще не встречал. Миша об этом говорил. Я вот это масло использовала именно в качестве маски уже не один раз. То есть до того, как помыть голову, я наношу на полчаса, может быть, на час, но как кому удобно. Можно на 10 минут нанести на волосы, наносим масло, лучше укутать полотенечко, походить немножко, у кого сколько времени и желания, и потом, как обычно, моем шампунем, с бальзамом. Эффект потрясающий. Волосы настолько блестящие, чистые, напитанные, то есть очень классно. Мне очень понравился этот эффект после вот этих масок. Кстати, на масло 3 в 1. Его точно так же можно наносить и даже не смывая. Если у вас, например, волосы сухие, если им требуется питание, то можно несколько капель растереть вот так в руках. И после того, как вы уже вымыли голову, она у вас высохла или не высохла, в принципе, это даже не особо имеет значение, вы наносите вот на кончики, на свои, вот растираете, питаете. Если впиталось масло, нет жирного блеска, значит, вашим волосам нужно дополнительное питание. Можете поэкспериментировать, как раз и увидите, какие у вас волосы, насколько они у вас нуждаются в дополнительном питании. Вот. Все основное по уходу за волосами и в осенний период, в том числе, я вам рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пока я вам поставлю сейчас ролик нашего старшего директора, как она ухаживает за своими волосами.